Они с волнением ждали ответа, прихлебывая кофе. Прошла минута, потом еще одна. Аманда начала нетерпеливо барабанить пальцами. Карл хотел было отойти, но вдруг услышал довольный вздох Аманды и вернулся к компьютеру. На экране светилось сообщение. — Кем бы ты ни был, это гадкая и отвратительная шутка. Аманда кивнула, слегка улыбаясь, ее пальчики вновь запорхали над клавишами. — Это не шутка. И что это ты подразумевала, когда писала, что мне не идет ярко-фиолетовый? На сей раз ответ появился быстрее, словно Шаниза слегка оправилась от шока и снова могла работать с сумасшедшей скоростью. — Этого не может быть. Ты ведь мертва. Я жива. Меня не было дома. Все равно спасибо на добром слове. — Подруга, ты где? — Потом. Сперва о важном. Твоя система надежная? — Абсолютно, ты же знаешь. Кто может в нее войти? Никто, кроме этого помешанного на компьютерах чудика моего братца. — Ты уверена? У меня такая система безопасности, что ни Господь Бог, ни даже сам Стив Джобс не сумеет ее взломать. Стивен Пол Джобс — исполнительный директор американской корпорации «Эппл Компьютер». — Администраторы здесь просто с ума сходят. Так что считай, мы говорим наедине. Так где ты сейчас? — Лучше тебе не знать. У нас мало времени. И никому ни слова. Ясно? Ясно. — Ты там не одна? Я права? Без комментариев? Класс! Вот это новость! Любовь Беглецов! Вы двое опять вместе? Не разочаровывай меня, пожалуйста! — Эта девушка начинает мне нравиться, — заметил Карл. — Заткнись! — оборвала его Аманда, покраснев. Она ответила Шанизе. — Хватит копаться в грязном белье. Сейчас некогда обсуждать эту тему. У меня к тебе серьезное дело. — Ладно, ладно. Только это мой сюжет для статьи. Договорились? — Тут вопрос жизни и смерти. А ты думаешь о сюжете для статьи? — Как ты меня учила? — Ну хорошо, сюжет твой. Отлично, я к твоим услугам. Мне нужны сведения о самом большом поклоннике Элвиса. — Какого Элвиса? — Пресли, глупышка. — Сама глупышка. Какого именно Пресли? Молодого Пресли. Пресли в Голливуде. Пресли в Вегасе. Толстого Пресли. Мертвого Пресли. У каждого свои поклонники. — Пресли периода 1955 года. Дай мне минут пять и номера своих кредиток. Зачем? — Хочу отправить по корзине экзотических фруктов всем своим друзьям. Сейчас самое время. Просто сообщи номера, хорошо? И не задавай лишних вопросов, а не то я тоже начну расспрашивать. После того, как Аманда переслала Шаниде номера визы и Американ-экспресс, они с Карлом стали ждать ответа. Аманда сидела, подавшись вперед, обхватив руками колени и не отводя глаз от монитора. Карл, прихлебывая экспресса, озирался вокруг. То, что он увидел, ему не понравилось. — Не оборачивайся, — шепнул он Аманде. — Парень за стойкой уставился на нас. Мы уже почти закончили. — Пора в Вашингтон-джорнел проводить новые исследования. — Видишь, у него газета. Пошли скорее отсюда. — Еще минутку, — заупрямилась Аманда. Он смотрит на телефон. Нам нужно дождаться ответа. — Аманда. Пойдем. — Всего минуту. — Послушай. Я не знаю, возможно, он хочет позвонить своей крестной матери, но, скорее всего, нет. И... — А-а-а! Вот и она! — Карл бросил взгляд на экран, на котором появилось сообщение от Шанизы. — Вам нужны Дуэйн и Си Си Ларю, которые живут на Миллерс-Крик-Роуд в городке Хоенвальд, штат Теннесси. Наверняка то, что вы ищете. С ними можно связаться через интернет? — Судя по объективным причинам, нет. — Каким причинам? — Сами увидите, когда их встретите. Еще что-нибудь нужно? — Да, — раз уж спросила. — Не могла бы ты узнать, что означает «бьен-веню»? — Думаю, да. — А можешь дать хоть малюсенькую зацепку? — Хотела бы. Это французское слово означает «добро пожаловать». — А что ты хочешь знать? Для чего человеку, который собирается сбежать, накалывать его на своем теле? — Подсбежать ты подразумеваешь покинуть страну? Аманда посмотрела на Карла, который утвердительно кивнул головой. — Точно. — Постараюсь узнать. Пока, подруга, будь хорошей девочкой. Боюсь, уже слишком поздно. Тогда будь осторожна. Люблю тебя. Взаимно. Аманда вышла из киберпространства и какое-то время сидела молча, уставившись на пустой экран. Правда, в таком положении она оставалась недолго. Карл уже тянул ее за руку, вытаскивая из-за стола. «Ради бога, Аманда, давай поскорее сматываться отсюда!» — с тревогой произнес он. Она посмотрела на хозяина кафе, который из-под тишка их разглядывал. Посмотрела на двух других посетителей с любопытством, прислушивающихся к непривычным звукам человеческой речи. Потом бросила прощальный, жаждущий взгляд на монитор, последнюю ниточку, которая связывала ее с прошлым, таким нормальным. Карл и Аманда вышли из виртуального кофе. Раздел 21. Отрывок из записи заседания Подкомитета Сената по коммерции, телекоммуникациям, торговле и защите прав потребителей при Комитете Сената США по коммерции от 11 июля. Тема «Международные спутниковые и беспроводные коммуникации» был размещен в интернете по адресу www.anntranspirts.com. Нажми здесь, чтобы узнать о сегодняшнем слушании. Нажми здесь, чтобы ознакомиться с репортажем ANN. Нажми здесь, чтобы узнать о членах комитета. Нажми здесь, чтобы попасть на ссылки по теме. Нажми здесь, чтобы услышать архивные записи. Смотрите полную запись пятничного заседания на ANN Конгресс, новом канале ANN, транслирующем репортажи из Сената и Палаты представителей. Обратитесь к онлайновой версии ANN, если хотите услышать прямую трансляцию сослушаний Комитета Сената по коммерции, а также сослушаний Комитета Сената по правительственным делам, посвященных расследованию финансирования избирательных компаний. Прослушайте архивные записи предыдущих заседаний, используя бесплатную версию RealPlayer. Комитет назначил продолжение слушаний ориентировочно на вторник, среду и четверг следующей недели. Заседание планируется начинать в 10 утра по восточному времени. Пожалуйста, имейте в виду, что Конгресс уйдет на каникулы со 2 августа и вернется к работе только 1 сентября. Таким образом, в августе слушаний не будет, они возобновятся в сентябре. 17 июня Комитет Сената по коммерции начал знакомиться с осложнениями, возникающими при заключении международных коммерческих сделок и потенциальными проблемами, связанными с правами, монополизацией и правительственными ограничениями в сфере спутниковых и беспроводных коммуникаций. Аналогичное слушание планируется провести в Комитете Палаты представителей по коммерческим реформам в текущем году. Члены комитета Список свидетелей, которые предстанут сегодня перед комитетом, включая лорда Линдсея Агмона, председателя правления и исполнительного директора корпорации Apex International, Джереми Бигфорд, вице-президент Соединенных Штатов, присутствовать не сможет в связи с несогласованностью в расписании. Сенатор Уолтер Чалмерс Доброе утро! Я сенатор Уолтер Чалмерс, председатель подкомитета Сената по коммерции, телекоммуникациям, торговле и защите прав потребителей. Мне хотелось бы поблагодарить всех членов комитета, а также нашего первого свидетеля, лорда Линдсея Агмона, который любезно согласился дать показания и просветить нас. Лорд Агмон Линдсей Агмон Я, Линдсей Агмон, председатель и исполнительный директор корпорации Apex International. Благодарю председателя Чалмерса и всех членов комитета за то, что мне предоставили сегодня возможность выступить. Сенатор Чалмерс Мистер Агмон Ничего, если я буду к вам так обращаться, Линдсей Агмон. Уолтер, вам я разрешаю даже звать меня по имени, сенатор Чалмерс. Большое спасибо, Линдсей. Вам известно, что вчера мы заслушали президента компании Fairfield Aviation, Линдсей Агмон. Да, эта компания собирает и запускает мои спутники связи. Сенатор Чалмерс И какова же стоимость сборки и запуска? Линдсей Агмон Около ста миллионов долларов. Сенатор Чалмерс Одного спутника? Линдсей Агмон Да Сенатор Хернс Согласно моим данным, эта сумма приближается к ста двадцати пяти миллионам. Линдсей Агмон Возможно. Сенатор Хернс Можем ли мы тогда внести в протокол, что стоимость сборки и запуска одного спутника связи достигает ста двадцати пяти миллионов долларов? Линдсей Агмон Это приблизительная цифра. Сенатор Чалмерс Спасибо, сенатор Хернс. Все же буду весьма признателен, если вы дождетесь своей очереди задавать вопросы мистеру Агмону. Сенатор Хернс Вы имеете в виду Линдсей, сенатор Чалмерс? Мистер Агмон, в каких именно областях связи вы используете эти спутники? Линдсей Агмон. Во всех, которыми занимается АПЕКС. Прямое теле- и радиовещание, беспроводные коммуникации. Сенатор Чалмерс Можете ли вы в общих чертах обрисовать вашу долю участия в этих сферах? Линдсей Агмон Отчего же? Я дам вполне конкретную информацию. Спутники связи АПЕКСа охватывают пять континентов. В Латинской Америке мы владеем компаниями Latin America Apex Entertainment и Channel Apex. В Соединенном Королевстве у нас есть Apex Star Broadcasting, в Германии Apex Ein, в Австралии Aptel, в Индии State TV и Star India. И, как вам известно, сенатор, в Соединенных Штатах недавно появилась Apex Star US, сенатор Чалмерс. Не могли бы вы остановиться поподробнее на какой-либо из компаний, скажем, из тех, которые действуют в Индии? Конечно, исключительно с просветительской целью. Линдсей Агмон И в чем вас просветить? Сенатор Чалмерс Для начала укажите объем зрительской аудитории. Линдсей Агмон На сегодняшний момент она не слишком велика. Приблизительно лишь 45 миллионов индийцев являются владельцами цветных телевизоров. А у меня нет исключительных прав на спутниковое телевещание. Я вынужден делиться. Сенатор Хернс Печально слышать. Делиться порой чертовски неприятно. Сенатор Чалмерс Сенатор, я попрошу вас. Мистер Агмон Вот вы собираете и запускаете спутники, через которые потом осуществляете вещание на зарубежную аудиторию. А имеется ли от этого какая-либо выгода для нашей страны? Линдсей Агмон Несомненно, и очень большая. Сенатор Чалмерс Уточните, пожалуйста, Линдсей Агмон Производство находится на юге Калифорнии. Именно там располагается Fairfield Aviation. Таким образом мы создаем существенное количество рабочих мест. Каждый раз, когда мы собираем спутник, местный бюджет пополняется десятками миллионов долларов. Так как многие мои компании, создающие развлекательные программы, также расположены в США, Большая часть продукции, предназначенной для иностранного зрителя, приносит прибыль именно им. Деньги дают этим компаниям возможность существовать, что в свою очередь означает десятки тысяч рабочих мест и солидные денежные вливания в местный бюджет. Кроме того, крупные суммы поступают непосредственно вашему правительству. Сенатор Чалмерс Вы говорите о налогах, Линдсей Агмон, Именно о налогах, превышающих десятки миллионов долларов. Сенатор Чалмерс Куда бы вы хотели попасть, где вас сейчас нет, сэр? Линдсей Агмон Боюсь, я не совсем понимаю вопрос. Сенатор Чалмерс На какие страны вы хотели бы вести вещание, но до сих пор не имеете лицензии? Линдсей Агмон А, теперь понятно. Ответ прост. На все, которые только существуют. Сенатор Хернс Вы в прекрасной форме, мистер Агмон, для человека с таким неуемным аппетитом. Сенатор Чалмерс Мне надоели ваши остроты, сенатор. Если не можете придерживаться протокола, то выйдите и подождите, пока я закончу опрашивать свидетеля. Сенатор Хернс Прошу прощения, сенатор. Хоть мне и будет трудно, постараясь держать язык за зубами, пока вы не завершите свой грандиозный допрос. Сенатор Чалмерс Слава Всевышнему! Мне непонятно одно, мистер Агмон. Почему же вы не вещаете на большее количество стран? Линдсей Агмон Как вы понимаете, сенатор, это не так уж и легко. Существуют определенные законы и правила, и я, как и любой другой человек, обязан им подчиняться. Сенатор Чалмерс Например, Линдсей Агмон Скажем, торговые ограничения между странами, из-за них могут возникнуть серьезные неприятности. Сенатор Чалмерс То есть, из-за того, что мы не поддерживаем деловые отношения с Кубой, вы не можете получить лицензию на спутниковое телевещание в этой стране. Линдсей Агмон Совершенно верно, сенатор Чалмерс А еще, можете привести примеры, Линдсей Агмон? Воздушно-космическое пространство Федеральная комиссия связи контролирует все запуски Распоряжается окнами, то есть, временем, за которые должна быть запущена ракета-носитель для вывода спутника на геостационарную орбиту. Сенатор Чалмерс Получить разрешение на использование подобного окна трудно, не так ли? Линдсей Агмон Чрезвычайно трудно Сенатор Чалмерс Почему же, Линдсей Агмон Много причин Очень серьезная конкуренция И нехватка ракет-носителей Требуется до двух лет, чтобы построить одну из этих игрушек за сто миллионов долларов Но за эти два года окно могут и закрыть Сенатор Чалмерс Что произойдет, если вы не используете определенное окно? Оно достанется кому-то еще? Линдсей Агмон Да Но может случиться так, что этот кто-то не наберет достаточную сумму денег, чтобы запустить ракету-носитель, пока окно открыто Или не успеет собрать спутник И так как мы, под словом мы, я подразумеваю Америку, сенатор Не единственные в этой отрасли То вполне возможно, что другое государство получит возможность контролировать поток коммуникаций в той стране, куда мы стремимся попасть Сенатор Чалмерс И что тогда, Линдсей Агмон Тогда все то, о чем сейчас шла речь Деньги, которые поступают в местные бюджеты Рабочие места для американцев Налоги, отчисляемые в государственную казну Уйдет в другое место Сенатор Чалмерс Мы установили, что стоимость запуска спутника составляет около 125 миллионов долларов Даже для вас это слишком большая сумма, чтобы рисковать, не будучи уверенным в том, что получите окно Линдсей Агмон Согласен Нужно быть сумасшедшим, чтобы так рисковать Сенатор Чалмерс И все-таки, если вы не возьмете на себя этот риск за всю страну, мы потеряем сотни миллионов долларов дохода Линдсей Агмон Совершенно верно Сенатор Чалмерс Спасибо, Линдсей Я искренне благодарен вам за участие в сегодняшних слушаниях А сейчас я с некоторой тревогой уступаю место своей уважаемой коллеге Мисс Хернс Сенатор Хернс Спасибо, сенатор Надеюсь, ваша тревога не пропадет даром Мистер Агмон Если вы не возражаете, я хотела бы вернуться к вопросу о ваших компаниях в Индии Тех, которые вы вынуждены делить Какова стоимость ваших неэксклюзивных услуг для потребителя Как там State TV Линдсей Агмон И Star India Абонентская плата составляет примерно 20 долларов в месяц Сенатор Хернс За услуги обеих компаний Линдсей Агмон Нет, только одной Сенатор Хернс Скажем, половина владельцев телевизионных приемников пользуются услугами ваших компаний Я правильно назвала количество? Линдсей Агмон Надеюсь, что когда-нибудь так оно и будет Пока, скорее, эта цифра ближе к 20% Сенатор Хернс Остановимся на 25, учитывая определенный рост Таким образом, приблизительно 11 миллионов абонентов 40 долларов с человека Это будет Линдсей Агмон 440 миллионов долларов Сенатор Сенатор Хернс И эта сумма вам не кажется огромной? Линдсей Агмон Я говорил о зрителях, а не о долларах Но нет, учитывая потенциал, я бы не стал называть указанную сумму огромной Сенатор Хернс Какую же сумму вы бы сочли таковой? Линдсей Агмон Это относительное понятие Затрудняюсь ответить Сенатор Хернс А как насчет вашей собственной корпорации, мистер Агмон? Я имею в виду Апекс Назвали бы вы ее огромной Линдсей Агмон Это крупная компания Сенатор Хернс Я приведу данные, опубликованные в Нью-Йорк Таймс примерно два месяца назад В статье, которая перечисляла собственность Апекс Интернешнл Если не возражаете, я их сейчас зачитаю И, пожалуйста, поправьте меня, если я ошибусь В области кинопроизводства, говорится в статье Вы владеете компанией, которая когда-то называлась Краун Интернешнл Филмс А сейчас переименована в Апекс Студио Под этим именем скрываются Апекс Филмс Апекс Сенчури Апекс Индепендент Апекс Фэмили Филмс Апекс Анимэйшн Студио И Апекс Телевизион Продакшнс Там также упоминается, что Апекс Студио Вторая по размеру приносимой прибыли кинокомпания За последние три года Я права? Линдсей Агмон Думаю, вы пропустили Апекс документарии Но в основном достаточно точно Сенатор Хернс Что касается телевидения Вам принадлежит Апекс Бродкастинг Нетуорг Апекс Ньюс Нетуорг Пятнадцать телевизионных станций Апекс И в Англии Девятый канал Ваша газетная империя только в Америке Включает в себя Нью-Йорк Геральт Вашингтон Джорнал И Чикаго Дейли Миррор В Англии у вас Четыре крупнейшие газеты страны Линдсей Агмон Четыре из пяти крупнейших Сенатор Хернс Благодарю за поправку В Австралии Вы являетесь владельцем Ста двадцати двух газет Неужели это правда? Линдсей Агмон Да Сенатор Хернс Вам принадлежит журнал Телегид А также издательский дом Магазин Групп В который входят Научно-популярные журналы И четыре так называемых Глянцевых журнала Вы владелец Апекс Букс Третьего по величине Издательства в стране Плюс ко всему Все кабельные и спутниковые Коммуникации О которых вы только что говорили А ведь еще есть И другие предприятия Типографии Бумажно-целлюлезные комбинаты Звукозаписывающие компании Линдсей Агмон Да, сенатор Я понимаю, к чему вы клоните Действительно Апекс огромная корпорация Сенатор Хернс Можно ли задержаться На теме спутниковых коммуникаций Чуть дольше Линдсей Агмон Думаю, для того мы здесь И находимся Сенатор Хернс Вы сказали, что хотели бы быть Везде, где вас еще нет Линдсей Агмон Это была шутка Сенатор Хернс Неужели? Хорошо, давайте тогда уточним детали Чтобы разобраться, когда вы не шутите На какую страну вы бы хотели распространить вещание? Линдсей Агмон Ну, существует много Сенатор Хернс Китай? Линдсей Агмон Да, конечно, плюс Сенатор Хернс Как вы считаете, можно ли расценивать Китай Как огромный рынок? Линдсей Агмон Можно Сенатор Хернс На данный момент Со сколькими людьми вам бы пришлось его делить? Линдсей Агмон Ну, в общем, китайское правительство Собирается объявить тендер Сенатор Хернс Да, понимаю Но я не спрашиваю о тендере Меня интересует, с кем бы пришлось делиться Линдсей Агмон Если дадите мне возможность ответить, буду счастлив Сообщить все, что вас интересует В настоящий момент ни с кем Сенатор Хернс Значит, лицензию на вещание предлагают на блюдечке? Линдсей Агмон Боюсь, это несколько предвзятое мнение Китайское правительство еще не сделало выбор Сенатор Хернс А когда, наконец, делает? Сколько денег принесет лицензия на право вещания? Больше, чем 440 миллионов долларов, которые вы получаете от Индии Линдсей Агмон Все не так просто Необходимо ввести новые технологии И мы пока не уверены, займет ли телевидение Лидирующую... Сенатор Хернс Мистер Агмон Хотите знать мнение экспертов о том, какая прибыль ожидает того, кто получит эксклюзивные права На спутниковое вещание в Китае? Линдсей Агмон Полагаю, вы мне скажете Сенатор Хернс Чертовски верно скажу В течение 10-15 ближайших лет Около 100 миллиардов долларов Линдсей Агмон Думаю, это... Некоторое преувеличение? Сенатор Хернс Некоторое? Линдсей Агмон Это очень большая сумма денег, сенатор Сенатор Хернс А-а-а! Наконец-то нам стало ясно, какую сумму денег вы считаете большой 100 миллиардов долларов Рада слышать, потому что тоже так думаю Так почему вы не участвуете в тендере, мистер Агмон? Линдсей Агмон Полагаю, вы знаете ответ Сенатор Хернс Потому что президент этого не допустит Линдсей Агмон Потому что этому препятствует президентская политика Сенатор Хернс Политика в области прав человека, с которой, как мне кажется, вы не согласны Линдсей Агмон Я восхищаюсь чувством сострадания президента Адамсона Но ставлю под вопрос его приоритеты Сенатор Хернс Абсолютно в этом уверена Линдсей Агмон Не думаю, что запрет на торговлю с Китаем поможет устранить все зло, которое творится в мире Уверен, что на самом деле он только ухудшит ситуацию Сенатор Хернс Чтобы получить одно из окон для запуска спутника, требуется значительное лоббирование, не так ли? Линдсей Агмон Полагаю, все в этом зале знают, сенатор, что когда имеешь дело с правительством, тугой кошелек не помешает Сенатор Хернс Печальное, но справедливое утверждение А для сенатора Чалмерса ваш кошелек достаточно толст? Сенатор Чалмерс Это переходит все границы Да как вы смеете? Что вы тут устроили? На что, черт подери, намекаете? Сенатор Хернс Уолтер, пожалуйста, успокойтесь Я ни на что не намекаю Просто неудачно выразилось Я всего лишь хочу удостовериться, что мистер Агмон на самом деле один из тех, кто финансировал вашу президентскую кампанию и вложил в нее немало средств Сенатор Чалмерс И какое, черт возьми, отношение это имеет к сегодняшнему слушанию? Сенатор Хернс А теперь вы мешаете мне опрашивать свидетеля? Сенатор Чалмерс Вы слишком много на себя берете, сенатор Сенатор Максвелл Сенаторы, пожалуйста, сейчас не время для выяснения отношений Почему бы вам, Уолтер, не сесть и не дать Молли возможность закончить с этими треклятыми вопросами? Сенатор Хернс Спасибо, Пол Мистер Агмон Линдсей Агмон Да, я давал деньги на компанию сенатора Чалмерса Я считаю его честным человеком и разделяю его политическую позицию Сенатор Хернс Которая несколько по-другому трактует политику в отношении прав человека и не включает в себя ограничения на торговые отношения с Китаем Линдсей Агмон Я не слишком хорошо знаком с деталями в этой области Сенатор Хернс Вам известно, что вице-президент Бигфорд должен был сегодня выступить перед комитетом в качестве свидетеля Линдсей Агмон Да, насколько я знаю, он болен Сенатор Хернс На это намекают ваши газеты Но мы здесь не для того, чтобы сплетничать о состоянии здоровья вице-президента Как вы знаете, недавно вице-президент Бигфорд опубликовал заявление, которое я сейчас процитирую Современные коммуникационные империи, подобные той, которой владеет Линдсей Агмон Это новые военно-промышленные комплексы Апекс Интернешнл уже и так в значительной степени определяет, что читают и смотрят во многих странах И это представляет большую, если не самую серьезную угрозу американскому обществу и всему миру в целом Линдсей Агмон, не будучи ни президентом, ни политиком Является влиятельнейшим человеком, потому что обладает возможностью заставлять людей думать то, что считает нужным Что вы думаете по поводу этого заявления, мистер Агмон? Линдсей Агмон Во-первых, я польщен, что у вице-президента сложилось обо мне такое высокое мнение Во-вторых, очень хочу узнать о его политических планах Чтобы должным образом использовать влияние, которым я, по его мнению, обладаю Сенатор Хернс Спасибо, мистер Агмон Я хотел бы представить вас следующему сенатору, который будет задавать вопросы Младший сенатор Александр Мэйфилд из славного штата Мэриленд Сенатор Мэйфилд Доброе утро, мистер Агмон Я бы хотел вернуться к теме воздушно-космического пространства По моим сведениям, в мире существуют четыре космодрома, с которых запускают спутники связи Линдсей Агмон Полагаю, это связано с погодными условиями, сенатор Сенатор Мэйфилд Если не ошибаюсь, мыс Канаверал, штат Флорида, в Соединенных Штатах Сичан, в Китае Танегасима, в Японии И Куру, во французской Гвиане Раздел двадцать второй Карл с Амандой добрались до окрестностей Нашвилла к послеполуденному часу пик Измученные жарой жители пригородов в новеньких автомобилях тащились домой В новенькие жилые районы, которые, казалось, расползлись во всех направлениях Карл и Аманда очутились в самом центре гудящего, раскаленного потока Стоящих бампер к бамперу машин, который совсем не двигался По сравнению с этим кошмаром, поездки по Нью-Йорку выглядели легкими и приятными И это процветающий новый юг, с раздражением подумал Карл Он никак не мог понять, почему такой милый маленький городок, как Нашвилл, не учел ошибок, которые в свое время совершили когда-то прекрасные Атланта и Хьюстон И зачем только города целенаправленно разрушают себя во имя так называемого прогресса? Сейчас была очередь Карла вести машину Аманда изучала карту, одновременно крутила ручки на стройке радиоприемника, пытаясь поймать станцию, передающую новости Это удалось не сразу Она нашла радиостанцию «Все кантри», затем «Новое кантри», были еще «Классическое кантри», «Нежное кантри», «Рок кантри», «Лучшее кантри» Наконец Аманда отыскала выпуск последних новостей Основной темой выпуска была серия убийств, якобы совершенных Карлом Станция даже принимала телефонные звонки, в которых выдвигались различные теории по поводу теперешнего местонахождения Карла А также высказывались предположения о том, где он нанесет следующий удар В промежутке между звонками сообщили, что после целого дня тщательных поисков на месте бывшего каретного флигеля Обнаружить останки Аманды Мейс так и не удалось Предположение о том, что во время пожара ее не было дома, и она, скорее всего, не мертва, а пропала, крепло с каждой минутой ФБР, однако, не подтверждала, но и не опровергала эту версию Что касается места пребывания Карла Гренвилла Представители власти заявили, что в настоящее время у них имеется достаточно ценной информации, которая поможет его розыску «Отлично!» — воскликнула Аманда, выключая радио Она терпеть не могла музыку в стиле кантри Ни новую, ни старую, ни тихую, ни громкую, ни лучшую и ни худшую Эта музыка наводила на нее тоску «И что же такого отличного?» — осведомился Карл «А то, что у них ничего нет» «Ничегошеньки!» «Откуда ты знаешь?» Фраза «Имеется достаточно ценной информацией, которая поможет его розыску» В переводе с полицейского языка означает «Мы понятия не имеем, где он сейчас находится» «За нами никто не гонится», — уверила она его «Так что расслабься!» «Хотел бы!» «Да вот только не помню, как!» После целого часа невыносимо тяжелой езды Они выехали из пригородов Нашвилла И направились на юг по 65-му шоссе Аманда посоветовала свернуть с автострады У небольшого городка Колумбия В котором когда-то родился 11-й президент США Джеймс Полк И который мог похвастаться огромным современным заводом Выпускающим автомобили Сатурн Именно благодаря этому гиганту современный мир Настиг Колумбию Там появились новые жилые районы, торговые центры И салоны по продаже автомобилей Аманда заставила Карла выехать на Натчейстрейс Дорогу, вдоль которой тянулись деревья С роскошной зеленой листвой И где им никто не встретился За исключением семейства оленей Когда они наконец вернулись Натчейстрейс В нескольких километрах от Хоенвальда Им показалось, что прогресс каким-то чудом Миновал это место Они очутились в сельском захолустье юга Среди мелких фермерских хозяйств Убогих лачуг Загаженных стоянок для автоприцепов И выбеленных церквушек В Хоенвальде обитало около четырех тысяч жителей И, судя по всему, на каждого из них приходилось по одной церкви Большинство горожан исповедовали фундаменталистские взгляды Для Карла незнакомые В городке была коротенькая, ведущая под уклон главная улица С пологой парковкой, сетевым супермаркетом Пигли-Уигли, бензоколонкой и средней школой Еще там располагалось несколько магазинов Большинство из которых скупало и продавало ношенную одежду Карл мог бы поклясться, что Хоенвальд выглядит как столица Подержанных вещей штата Теннесси А может и всего юга Около светофора Аманда остановила, чтобы спросить дорогу у бородатого мужчины Который как раз вылезал из грузовичка-пикапа Возраст аборигена с трудом поддавался определению Где-то между двадцатью и пятью десятью И зубов у мужичка было куда меньше, чем пальцев Он говорил с таким сильным акцентом, что Карл не понял ни единого слова Его реплика прозвучала как «Миллерскрик роуд находится в одиннадцати километрах от города, если ехать по этой дороге» Объяснила она Гренвиллу «Поверните налево у церкви» Карл недоверчиво покрутил головой «Господи, как ты сумела это разобрать?» «Ты забыл, что я провела здесь целое лето перед выпуском», — напомнила она «Работала стажером в газете города Бирмингема, штат Алабама Вот уши и привыкли к этому говору У тебя тоже привыкнут, если пробудешь здесь дольше Немножко похоже на поездку во Францию Только еда намного жирнее, а кукурузной каше не подают вино Они выехали на «Миллерскрик роуд» узкую, извилистую и ухабистую К тому же грунтовую Впрочем, кремнистая местная почва цвета ржавчины была тверда, как камень По обеим сторонам дороги тянулся густой лес С приближением вечера большие жирные насекомые все чаще с размаху шлепались о ветровое стекло, оставляя на нем влажные следы Воздух, тяжелый от влаги, совершенно не двигался Кондиционер Субару, хрипя от натуги, не мог справиться с духотой, и по лицу Карла стекали струи пота Шея и спина стали липкими, Гренвил мечтал о душе и о восьми часах крепкого сна в нормальной постели К его большому сожалению, ни того, ни другого в ближайшее время не предвиделось Периодически на глаза попадались почтовые ящики и подъездные аллеи, ведущие куда-то вглубь леса Самих домов не было видно, по крайней мере до тех пор, пока машина не переехала через древний деревянный мост После которого дорога делала крутой поворот За поворотом на очищенной от леса площадке стояло несколько недавно построенных бревенчатых хижин Копирующих старинные жилища, украшенные, однако, спутниковыми антеннами Возле каждого дома был бассейн Но Дуэйн и Сиси Ларю жили не здесь Они обитали неподалеку, в небольшом кирпичном бунгало, за стекленной верандой Карл выехал на обочину, остановился, и они с Амандой вылезли из машины, разминая затекшие ноги и осматриваясь Карл не представлял, что можно ожидать от места, где живут самые большие поклонники молодого Элвиса Все вокруг выглядело вполне заурядным, кроме двух автомобилей, припаркованных на дорожке, ведущей к дому Одним из них был «Кадиллак» 1955 года выпуска с откидным верхом Розовый «Кадиллак» с откидным верхом Рядом стоял потрепанный зеленый грузовичок «Пикап», тоже выпущенный примерно в середине 50-х На одной из дверей которого красовалась поблекшая надпись «Краун Электрик» «Надеюсь, ты понимаешь значимость этой надписи?» — спросила Аманда с легкой ноткой благоговения в голосе, рассматривая пикап «Нет, просвети меня» «Краун Электрик», — сообщила она «Это компания в Мэмфисе, где работал Элвис как раз в то время, когда начал записываться у Сэма Филлипса в студии Sun Records Она бросила взгляд на Карла, потом снова на грузовичок «Интересно, они совсем странные?» «Думаю, да», — ответил Карл Он был прав. Супруги Ларю оказались вполне милой и любезной парой, но к ним нужно было немного привыкнуть Жаль, что Шаниза ничего не сказала, — подумал Карл «Могла бы подготовить к встрече со стоккилограммовой пожилой дамой шестидесяти с лишним лет с тоненькими косичками, одетой в клетчатый джемпер гольфы и туфли с цветными союзками, писк моды пятидесятых И с ее престарелым, зато с угольно-черным напомаженным коком на голове муженьком, небольшого роста и сухощавым, одетым в блестящую черную рубашку, такого же цвета брюки с широкими розовыми лампасами и белые туфли на шнурках» Впрочем, — подумал Карл, — подготовиться к встрече с супругами нельзя Одно, несомненно, говорило в пользу странной пары Они были на удивление гостеприимными хозяевами, которых нисколько не смутил вид двух потных, усталых незнакомцев, заявившихся к ним без приглашения «Ну, ребятки, заходите скорей!» — весело пригласила Сиси высоким мелодичным голосом Она была счастливой обладательницей нескольких подбородков и пользовалась духами с приторным фруктовым ароматом Карл решил, что она пахнет так, словно только что искупалась в гавайском пунше «Пожалуйста, простите нас за вторжение!» — начала была Аманда, но супруги тут же замахали руками, отметая ее извинения «Что вы, мы рады вас видеть!» — воскликнула Сиси «К нам часто заглядывают разные люди» Супруги Ларю замерли, словно ожидая, что Карл и Аманда скажут что-нибудь в ответ Когда те промолчали, вмешался Дуэйн «Мы делаем еженедельную передачу на кабельном телевидении» — объяснил он низким ракочущим басом полной противоположностью голосу жены, который больше походил на птичий щебет Он держался гораздо сдержаннее Сиси, но тоже вполне любезно «Только не говорите, что вы ее не видели» — прочерикала его супруга Карл покачал головой, Аманда пожала плечами, извиняясь «Тогда, значит, информационный бюллетень?» — прогундел Дуэйн В этот раз Аманда покачала головой, а Карл пожал плечами «Странно!» — удивилась хозяйка «Ведь его ежемесячно получают около двадцати трех тысяч подписчиков» «По всему миру!» — добавил Дуэйн с гордостью, спрятанной под нарочито небрежным тоном «Мы просто стараемся разделить нашу чистую и преданную любовь к Элвису с другими людьми, дать им шанс разделить свою любовь с нами во имя самых лучших человеческих чувств» «Звучит очень душевно», — с пониманием заметила Аманда Сиси просияла, радостно улыбаясь «Конечно! Именно так! На самом деле мы проповедуем Евангелие! Евангелие от Элвиса!» «Мемфисская ежедневная газета «Коммершиал Аппел» напечатала на статью в прошлом месяце», — добавил Дуэйн «С тех пор к нам постоянно кто-нибудь наведывается, вот как вы сейчас» «Милая, у вас просто потрясающие волосы», — проворковала Сиси, обращаясь к команде, которая слегка порозовела Комплименты всегда вгоняли ее в краску «Знаете, Элвис всегда был неравнодушен к локонам тициановского оттенка! А теперь признайтесь, вы хотите взглянуть на дом или поговорить?» «Поговорить», — ответила Аманда «Мы кое-что разыскиваем, одно место, и подумали, что, может, вы сумеете нам помочь» «Постараемся», — добродушно произнесла Сиси «Карл из-под тишка оглядел дом. Он ожидал, что жилище супруга Флорю окажется китчевым светилищем, битком набитым памятными вещами, связанными с певцом, плакатами с угольно-черным изображением Пресли, который, кажется, не спускает с тебя глаз, следя за твоими перемещениями по комнате, куклами Элвисами, с качающимися головами и тому подобной дребеденью». Но он ошибся. Хотя действительно, у окна стоял старый переносной проигрыватель и поцарапанная сорокопятка играла песню Элвиса «Все в порядке, мама». Действительно, на камине, в рамочке, находилась вырезанная из газеты фото Элвиса Пресли во время его выступления с Раскотти и Биллом в радиошоу «Лузиана Хайрайт» 16 октября 1954 года. Скотти Мур и Билл Блэк — музыканты, гитарист и контрбасист, которые участвовали в самых первых записях Элвиса Пресли на студии Sun Records, а также выступавшие вместе с ним на ранних концертах в составе трио Blue Moon Boys. Еще там стояла фотография его родителей — Вернана и Глэдис с будущим королем рок-н-ролла в комбинезончике. Но в целом было довольно просторно, а скудная меблировка не отличалась роскошью. Едва крутился настольный вентилятор, а кондиционер отсутствовал. — Вы спросили, хотим ли мы посмотреть дом, — поинтересовался Карл. — А что в нем такого особенного? — Ну, как же, как же, — ответила Сиси. В марте пятьдесят пятого, когда Элвису было двадцать, Вернан и Глэдис переехали в свой первый настоящий дом в Менфисе на Ламар-авеню между аптекой Катса и роллер-дромом Рейнбоу-ринг, где повстречались Элвис и Дикси Лок. Она замолчала, теперь ее круглое лицо выражало неподдельную печаль. Дикси была очень хорошей девушкой, истинной христианкой. Она любила самого Элвиса, а не его славу или деньги, в отличие от других, которые вешались на него всю жизнь. Но к тому времени их отношения уже испортились. Она вернула ему кольцо. — Надо же! А я и не знал, — сказал Гренвилл и поморщился от боли. Аманда двинула его локтем вбок. — Дом на Ламар-авенюм представлял собой кирпичное бунгало с двумя спальнями, — продолжил Дуэйн, — с маленькой застекленной верандой, где Элвис, Скотти и Билл репетировали на радость окрестной детворе. Он подвел гостей к кухне, явно старомодной, с бытовой техникой, выпущенной сорок лет назад, с желтым линолеумом примерно того же времени. — Наш дом является точной копией того бунгало, — с гордостью поведал Дуэйн. — До мельчайшей детали. Мы составили план и предлагаем его всем желающим. — Бесплатно. На сегодняшний день, — добавила Сиси, — точно такие же бунгало построили семьсот девяносто семь человек, включая джентльмена из Киота, дом которого способен выдержать девятибальное землетрясение. Карл кивнул. Он не осмеливался взглянуть на Аманду или хотя бы отпустить прикушенную нижнюю губу. Для него это был совершенно новый уровень странности. Вряд ли он сможет его постигнуть. И уж точно не сейчас. На секунду появилась мысль вернуться в машину и подождать там, но он сразу ее отогнал. Нельзя оставлять Аманду одну, тем более поступи он так, и она точно его убьет. — И давно вы делаете передачу? — спросила Аманда хозяев с едва уловимой дрожью в голосе. Чтобы не утратить самоконтроль, она всегда задавала вопросы. — Нет, милая, — ответила Сиси. — Мы оба преподавали в средней школе, пока в прошлом июне не ушли на пенсию. Дуэйн работал там целых тридцать шесть лет, ну, а я — тридцать два. Но мы подумали, что пора освободить место для молодежи, а сами решили послать все к черту. Ну, в смысле, прожить оставшееся время так, как нам хочется. — И мы так и делаем, — добавил с кривой усмешкой Дуэйн, поглаживая бакенбарды. — А вы откуда будете? — Из Вашингтона, — сказал Карл. — Нет смысла врать, ведь на машине Аманды номера округа Колумбия. — Ого! Да вы такой путь проделали! — удивилась Сиси. — Присаживайтесь, а я принесу чего-нибудь холодненького. Они сели на диван, набитый конским волосом и страшно неудобный. Дуэйн сел в кресло. Пластинка закончилась, и какое-то время в комнате раздавался только шум вентилятора. Затем на проигрыватель легла новая сорокопятка. На сей раз рок-н-ролл сегодня вечером. Сиси вернулась с подносом, нагруженным хлебом из кукурузной муки, кувшином какого-то питья, похожего на молоко, и стаканами. — Больше всего на свете Элвису нравилось есть кукурузный хлеб, макая его в пахту, — провозгласила она, наливая всем по стакану. — Угощайтесь! Карл тут же последовал приглашению. Кукурузный хлеб был восхитителен, пахта холодная, как лед. — Может, сделать вам горячий сэндвич с арахисовым маслом и бананом? — спросила Сиси, видя, как жадно Карл поглощает хлеб. — Мигом поджарю. Элвис их просто обожал. — Нет, нет, спасибо, этого вполне достаточно, — заверил ее Карл. Она села. Карл изо всех сил старался не таращиться на ее монументальные бедра. — Ну, а теперь расскажите, что вы ищете, — произнес Дуэйн. — Дело в том, что мои родители умерли, когда я еще была совсем ребенком, — начала Аманда, говоря на южный манер, немного растягивая слова. — Ах, бедняжка, — сочувственно закудахтала Сиси. — И теперь я пытаюсь разыскать городок, где они выросли, ну, знаете, чтобы найти записи об их рождении, ну и все такое. — Ищете свои корни? — Да, — предположил Дуэйн. — Совершенно верно, — согласилась Аманда, кивая головой. — Корни. — Проблема в том, что я почти ничего про них не знаю, кроме того, что они встретились на концерте Элвиса, мама мне рассказывала. И еще я знаю приблизительную дату концерта, потому что они поженились ровно через год, почти день в день в Норфолке. Карл согласно кивнул, мысленно удивляясь, как это ей в голову пришел Норфол, да и вообще вся история про родителей. Он вдруг понял, что Аманда по натуре гораздо изобретательнее его. — Я только не знаю, где это произошло, — продолжала девушка, — но мне пришло в голову, что если я узнаю, где он выступал в тот день, — ну, я имею в виду, если вы посмотрите в своих записях. Супруги Ларю дружно расхохотались при этих словах. — Голубушка, мы не ведем никаких записей, — хихикнула Сиси. — Да, но нам сказали, что вы знаете, — растерянно пробормотала Аманда. — О, да, мы знаем, — заверил ее Дуэйн. Сиси, продолжая смеяться, постучала рукой по лбу. — Никаких записей, все хранится здесь. Дуэйн выжидающе посмотрел на Аманду. — И какая же дата вас интересует? — Это было в 1955 году, — сообщила Аманда. — И, скорее всего, в канун Нового года. — Дуэйн немедленно покачал головой. — Извините, невозможно. — Что вы имеете в виду? — Почему нет? — вмешался Карл. — В 1955-м Элвис не выступал в канун Нового года, сынок, — сказал Дуэйн. Он был дома со своей семьей в Мэмфисе. — О, боже, — сказала Аманда, и в ее голосе звучало глубокое разочарование. — Извините, голубушка, что не смогли вам помочь, — произнесла Сиси сочувственно. — Подождите-ка секундочку. Карл торопливо пытался вспомнить, что именно было написано в дневнике «Райет». Дословно. Черт, что же там говорилось? — За три дня до того, как Денни исполнилось одиннадцать лет. — Так, что еще? — Вот дерьмо! Да что еще? У девочки из его класса был день рождения. Ну, давай же, давай! — Есть! В качестве подарка на ее день рождения и в честь Нового года. — Не обязательно в канун Нового года, — выпалил он. — А что, если это произошло в первые дни января? Аманда уставилась на него. — Дорогая, я думаю, что... Аманда подняла бровь, услышав, дорогая. — Я думаю, что, может, концерт был не в канун Нового года. Аманда, нахмурившись, посмотрела на него, явно сбитая с толку. Но я полагала, дорогой, что мама говорила... Я тоже так думал, но она говорила в честь Нового года. — Ты уверен? — А откуда вам известно, что говорила ее мама? — спросил Дуэйн. — Ну... Э... Я просто думаю, что, может, она так сказала. Ведь вполне возможно, что концерт состоялся через несколько дней, правда? Аманда пожала плечами. — Я думаю, что стоит попробовать. — Повернувшись к Дуэйну и Си-Си, она спросила. — Это... несложно? Я имею в виду вспомнить неделю или две после Нового года. — Конечно, несложно, — заверил ее Дуэйн, почесывая подбородок. — Совсем нет. Элвис, Скотти и Билл были в турне по западному Техасу шоу Луизиана Хэйрайт всю неделю, начиная со второго января. Карл разочарованно вздохнул. Звучало не слишком обещающе. Ну, а на следующей неделе, двенадцатого января, он выступал в концертном зале города Кларксдейла. — А в каком штате? — спросил Карл. — В Миссисипи, — ответил Дуэйн. Он выступал вместе с Джимом Эдом и Максиной Браунами, братом и сестрой, которые пели в стиле кантри. А тринадцатого Элвис был в Хеллене, штат Арканзас. — А расскажите нам об этих местах, — попросил Карл, наклоняясь вперед. — Всего лишь пара небольших городков, расположенных на Миссисипи, — сказал Дуэйн. — К югу от Мэмфиса примерно в часе езды. — Кларксдейл находился в Дельте-реки. — Больше ничего про них не знаю. — Впрочем, там и знать-то нечего. Четырнадцатого января. — Продолжил он, делая еще глоток пахты. — Элвис был в Каринфе, штат Миссисипи. Да, до Каринфа отсюда рукой подать. Он на границе между Теннесси и Миссисипи. Оттуда Пресли отправился в Сайкстон, штат Миссури. Затем снова в Техас в пятидневное турне. После этого, — включилась Сиси, — вся жизнь бедного Элвиса изменилась. И, заметьте, совсем не в лучшую сторону, потому что вскоре после этого, в феврале, он присоединился к комплексному турне звезды кантри-музыки Хэнка Сноу под руководством полковника Паркера, этого дьявольского отродья. Этот ужасный человек отнял у Элвиса счастливую юность, невинность и веру в людей, но даже он не смог лишить его добросердечия. Никто не смог бы отобрать это качество у Элвиса. Аманда повернулась к Дуэйну. — В этих городах, которые вы упомянули, Кларксдейл, Хелена, Каринф, может, в каком-нибудь из них была большая фабрика или завод? — Какая фабрика? — Понятия не имею, — ответила Аманда. — Знаю только, что от нее очень сильно воняло. Мама говорила об этом. Дуэйн примерно минуту размышлял, снова теребя бакенбардой. По-видимому, ему это доставляло удовольствие. — Ну, это, может быть, одна из птицефабрик. Ох, и несет от них с подветренной стороны. Вряд ли вы найдете что-нибудь еще. Вниз по течению Миссисипи почти нет промышленных предприятий. Большинство из них перенесли к югу от границы или вообще в Азию. Здесь в устье реки только хлопковые поля и посадки сахарного тростника. Ну и, конечно, проклятое казино, которое все строит и строит. Не пойму, зачем они вообще нужны, ведь они ничего не производят, только высасывают те жалкие гроши, которые еще остались у бедняков. — Да что говорить! Девять из десяти самых нищих округов в Штатах находятся здесь. Уровень бедности в три раза превышает средний по стране. Дуэйн преподавал социологию. С ребячей гордостью заметила Сиси. Он по-прежнему любит быть в курсе событий. Карл кивнул, надеясь, что стремление старика быть в курсе событий не настолько сильное, чтобы смотреть все новостные передачи подряд. По-видимому, нет. Похоже, он их не узнал. Не волнуется и не смотрит с подозрением. — Вы уверены, что эта фабрика еще работает? — осведомился Дуэйн. — Нет, конечно, мы ни в чем не уверены, — ответил Карл. — А почему, вы спрашиваете? — Может, она давно прекратила производство? — Вот почему, — сказал Дуэйн. На реке полно старых хлопкопредельных фабрик, которые давно уже не работают. Их, наверное, больше сотни. Он решил, что Карл тяжело вздохнул, потому что сочувствует безработным. И о чем только думают эти жадные сукины сыны, оставляя людей без корки хлеба? Да им плевать на всех, нисколько не сомневаюсь. Не подумайте, я не какой-нибудь коммунист, раз говорю такое. Я верю в свободное предпринимательство. Нужно всего лишь одно крупное предприятие, вроде завода по сборке автомобилей «Сатурн» в Колумбии. И жизнь сразу наладится. — Вы бы видели, на что был похож Хоэнвальд до появления этого завода? Дыра дырой! Карл кивнул. По его мнению, это место так и осталось дырой. Он подал Аманде знак, что пора уходить. — Вы были так добры! — произнес он, поднимаясь на ноги. — Глупости! — возразила Сиси. — Надеюсь, мы смогли помочь. — Конечно! — ответил Карл. — И очень сильно. Они направились к стопроцентно точной копии передней двери первого дома Элвиса Пресли. Снаружи уже темнело. Москиты и прочие букашки вились с тучей, больно кусая. Карл и Аманда на миг остановились на крыльце, беспомощно отмахиваясь от роя насекомых. Карл еще никогда в жизни не видел столько кровососов. Дуэйн и Сиси стояли в дверном проеме, держась за руки, как парочка одрехлевших подростков. — Друзья, только между нами. Я сейчас вам кое-что скажу, об этом мало кто знает, — весело сообщил Дуэйн. Помните это турне, в которое Элвис поехал с полковником Паркером в феврале 1955-го? Оно началось в Розуэлле, штат Нью-Мексико. Розуэл, штат Нью-Мексико, городок на юге Соединенных Штатов, где 2 июня 1947 года, по уверениям очевидцев, упал и разбился НЛО. На месте катастрофы якобы были обнаружены обломки летательного аппарата и тела гуманоидов пришельцев. — В том самом Розуэлле? — спросил Карл, улыбаясь хозяевам. Дуэйн глубокомысленно кивнул. — И поверьте, к нам обращалось немало уфологов, которые надеются обнаружить связь между Элвисом и тем происшествием. — А что, она существует? — спросил Карл. Дуэйн презрительно фыркнул. — Конечно, нет. Впрочем, это их не останавливает. У них даже есть какая-то дурацкая теория относительно родной планеты полковника Паркера, ведь он всегда держал в тайне свою национальность и никому не показывал свидетельства о рождении. — Я очень рада, что вы не из их числа, — доверительно призналась Сиси, понижая голос. Не то чтобы я осуждала или критиковала других людей, в конце концов мы все божьи создания. Но между нами говоря, эти типы просто ненормальные. На Миллерс-Крик-Роуд, в нескольких сотнях метров от бунгало супруга Флорю, находилась засыпанная гравием аллея. Именно туда преследователь загнал свой сабурбан и сейчас сидел за рулем и ждал, скрытый от любопытного взора густыми ветвями и темнотой. Преследователю не нравилось это место. Слишком много церквей, слишком тихо, и воздух слишком теплый, влажный и словно липкий, особенно когда сидишь в ветровке. Пара была в доме почти целый час. За все это время по дороге не проехала ни одна машина. Наконец они вышли из дома и сели в Субару, развернулись и укатили туда, откуда приехали, в Хойнвальд. Преследователь смотрел им вслед, подождал ровно десять минут, подъехал на своей машине к дому, вышел, направился к передней двери и постучал. Ему открыла необычайно толстая старуха, наряженная как девочка-подросток, весьма уродливая на вид. За ней маячил старикан с выкрашенными в черный цвет волосами, который явно пытался выглядеть как стиляга-старшеклассник из пятидесятых. Если не знать эту пару, могло бы показаться, что они собираются на костюмированную вечеринку в местный центр престарелых. Преследователь их знал. — Извините, что беспокою, но я надеялся встретиться здесь со своими друзьями. Преследователь описал Карла Гренвилла и Аманду Мэйс. — Мы совершаем поездку по местам, связанным с Элвисом Пресли. Только я свернул не на ту дорогу, когда съехал с надчист рейс. Я уже целый час кружу и просто хотел спросить. — Ну надо же! — заквохтала пожилая женщина. — Вы с ними только что разминулись! — О, нет! — простонал преследователь. — Они уехали минут десять назад, — сообщил муж старухи. — Такая милая пара! — проворковала толстая копия Сандры Ди. Сандра Ди, урожденная Александра Зак, американская актриса, которая в 1950-е годы была идеалом для молодежи Америки. Дитя, актриса и модель Ди работала на телевидении и в кино, еще учась в старших классах. — Заходите скорей, а не то вас совсем мошкара заезд! — Ну, только если на минутку, — ответил преследователь и вошел. Внутри было нечем дышать и пахло дешевыми духами. На проигрывателе крутилась старая пластинка с песней Элвиса. — Вы, случайно, не знаете, куда они поехали? — Думаю, что в Каринф, — ответил старик теревя длинные бакенбарды. Мы назвали несколько городов, где могла бы родиться ее мама, но Каринф ближе всех. Меньше часа езды отсюда. Он в Миссисипи, на границе штата. На их месте я бы прямо туда и направился. Тут вступила старуха, упомянув два других города, о которых они сообщили Карлу и Аманде. И одно из названий преследователю совсем не хотелось слышать. Нисколько. — Знаете, я тут подумал, — добавил хозяин дома, — может, ферма по разведению сомов — это то, что вам нужно? Преследователь нахмурился. — Ферма по разведению сомов? Девушка спрашивала, если здесь поблизости какие-нибудь предприятия пришла на помощь хозяйка. — Я совсем забыл сказать, — пояснил старик, — здесь начали выращивать сомов. И с большим коммерческим размахом. Конечно, на вкус это совсем не то, что настоящая рыба. Сом питается тем, что найдет на дне, и это придает ему уникальный аромат. Можно и сома, выращенного на ферме, назвать сомом, хотя это вовсе не настоящий сом. Вы понимаете, что я имею в виду? — Думаю, да. — Коринф, — повторил старик, — они, наверное, остановятся на ночь в хорошем чистом мотеле, чтобы утром как следует все осмотреть. Если поедете за ними, то, может, и нагоните. — Именно так я и сделаю, — пообещал преследователь, молча сунул руку в карман ветровки и выхватил оттуда девятимиллиметровый полуавтоматический пистолет «Зигзауэр» немецкого производства. Преследователь всадил две пули прямо в лицо старухи почти в упор, и она умерла еще до того, как ее тело повалилось на пол, медленно и грузно, как большая раздувшаяся кукла. Теперь преследователь целился в старика, который застыл с обезумевшим взглядом и поднятыми руками, словно пытаясь защититься. Первый выстрел раздробил ему правую кисть, и куски пальцев разлетелись по гостиной. Вторая пуля прошла сквозь кадык. Старик стал оседать, захлебываясь кровью. В разорванной глотке что-то неприятно булькало и хрипело. Потом шум стал стихать, и рука умирающего медленно потянулась к щеке. Уже почти бессознательно он в последний раз погладил свои бакенбарды. Преследователь, стоя над ним, выстрелил еще раз, попав между глаз. Больше тело не шевелилось. Все затихло, кроме музыки, которая раздавалась из проигрывателя. Преследователь подошел поближе и выстрелил в крутящуюся пластинку. Элвис Пресли ему никогда не нравился. В одном из карманов ветровке лежал большой черный пластиковый мешок для мусора и пара одноразовых перчаток из латекса. Преследователь надел их. Предстояло убрать все лишнее. Имя Карла Гренвилла ни в коем случае не должно всплыть в связи с этим преступлением. Именно поэтому преследователь воспользовался чистым зигзауэром, а не засвеченным Смитвессоном, который привязывал писателя к двум убийствам, агента ФБР в округе Колумбия и блондинки в Нью-Йорке. И именно поэтому преследователю предстояло сейчас уничтожить все следы пребывания Гренвилла в этом доме. На кухонном столе стояли четыре стакана, пустая тарелка с крошками хлеба и деревянный поднос. Преследователь засунул посуду в мусорный пакет. Возле раковины висело кухонное полотенце. Весело напевая, преследователь протер им водопроводный кран, стол и стулья, уничтожая отпечатки пальцев. Он действовал тщательно и методично. На камине в гостиной стояло несколько фотографий Элвиса. Их преследователь тоже отправил в мусорный пакет. Туда же полетели конфетница и пепельница с кофейного столика, который преследователь аккуратно вытер полотенцем. Затем он отправился к Сабурбану, осторожно ступая по дороге к двери между телами и растекшимися лужами крови. И вернулся с маленьким, но мощным пылесосом. Преследователь использовал его, чтобы как следует почистить обивку дивана и кресла, а также ковер гостиной. Отстрелянные пальцы Дуэйна Ларю преследователь не тронул. В бунгало было всего лишь одна совмещенная с туалетом ванная. Гренвилл вполне мог туда заходить. Преследователь протер дверь изнутри и снаружи. Обе дверные ручки, сиденье унитаза и сливной бачок, а также краны с горячей и холодной водой. Прошелся пылесосом по ободку унитаза и полу под ним, на случай, если туда упал хоть один лобковый волос. Возможно, Гренвилл открывал аптечный шкафчик, разыскивая аспирин или еще что-нибудь. Поэтому преследователь дочисто вытер зеркальную дверцу, а все содержимое шкафчика высыпал в мусорный пакет вместе с расческами и зубными щетками. «Никогда не знаешь, чем занимаются люди в чужих ванных за закрытыми дверями, так что лучше не рисковать». Преследователь предпочитал не полагаться на милость в случае. От проделанной работы ему стало жарко и захотелось пить. Он пошел на кухню и открыл холодильник. Там он нашел пахту и упаковку Кока-Колы на шесть банок. Преследователь достал одну из них, открыл и осушил содержимое, как обычно убедившись, что здесь, на юге, напиток делают слаще, чем на севере. Пустую банку он кинул в мусорный пакет. Аккуратно пройдя между телами еще раз, преследователь вытер входную дверь, ручки, косяки, дверной молоток, закрыл все окна и запер заднюю дверь. Запихал полотенце в мусорный пакет, поплотнее завязал сам пакет, выключил свет и закрыл переднюю дверь. На улице совсем стемнело. Преследователь положил пакет и пылесос на заднее сиденье сабурбана и сел за руль, замешкавшись лишь на миг, чтобы стянуть перчатки и затолкать их в бардачок вместе с зигзауром. Довольный собой, преследователь включил мотор и уехал в ночь, ни разу не оглянувшись. Раздел двадцать третий — Какая красивая улица! А вы как считаете? — О, да, просто потрясающее! А расположение? — Весьма удачное. Отсюда очень легко добраться и до Капитолийского холма и Джорджтауна. Поблизости великолепные магазины — очень хорошее расположение. Ярко-красные, обведенные карандашом губы Марши Чернов расплылись в улыбке. Она чуяла запах продажи. Ну, если быть точной, сдачи в аренду. Зато отличной. За недвижимость просили дорого. А мебели там не было совсем. Не лучшая комбинация. И все-таки Марша была уверена, что эти двое, явно чувствующие себя не в своей тарелке, а чарованы домом, их можно раскрутить по полной программе. Марша работала на компанию риэлторы округа Колумбия. Она специализировалась на том, что находила дома в пригородах для государственных служащих, которые собираются провести в Вашингтоне по крайней мере три месяца. Давненько ей не попадались такие покладистые клиенты, как супруги Херш. Марша решила, что из-за того, что они не слишком искушены и к тому же волнуются. Округ Колумбия часто производит ошеломляющее впечатление на чужаков, а мистер Херш здесь явный чужак. Леонард Херш был адвокатом, которого вытащили откуда-то из Нью-Гемпшира и пригласили в Вашингтон для участия в расследовании последнего сенаторского скандала. В этом деле было все. Сексуальное домогательство, подкуп должностных лиц, препятствование отправлению правосудия — плохо для страны, подумала Марша, зато хорошо для риэлторов. В прошлом люди, подобные Леонарду Хершу, приезжали в Вашингтон на две-три недели, не больше. Тогда было время отелей, а теперь они могут торчать здесь по два-три года. Настало время сдаваемых в наем одноэтажных домов на три спальни. Девиз Марши, вышитый на диванной подушке, в ее офисе гласил «Спасибо тебе, Боже, за то, что ты послал политикам слабые мозги, за гребущие руки, твердые члены и деньги налогоплательщиков». Донна Херш, жена Леонарда, не имела никакого отношения к расследованию. Она преподавала в начальной школе. Марша видел ее будущее как на ладони. Донна останется без работы на год или больше. Ей все надоест и станет скучно. И уже к Рождеству она забеременеет и будет готова осчастливить мир еще одним адвокатом. Если расследование затянется, она нарожает целый класс детишек. Дом, который Марша показывала супружеской паре, только что освободился. Очень странно, но предыдущий жилец исчез, не сказав никому ни слова, и даже не забрал залоговый взнос и уплаченную вперед арендную плату. Впрочем, недвижимость была в превосходном состоянии. Все цело блестит и сияет. Ничего не пропало. Супруги Хирш осматривали третий дом подряд, и Марша чувствовала, что Донни не терпится найти жилье себе по вкусу. Она уже готова принять решение. Этой женщине требуется место, где можно пустить корни. Предыдущий жилец был просто без ума от соседей, — солгала Марша. Того мужика она почти не знала. По-видимому, тут настоящая община. Марша завела клиента в переднюю дверь и сейчас наблюдала, как Донна Хирш, оценивающим взглядом, окидывает просторное помещение, гладит рукой по нежно-голубым обоям холла и воркует. Мне нравится. Кажется, это то, что нам нужно. Они прошлись по всем комнатам, и Марша знала, что с каждой минутой клиенты все больше и больше склоняются к мысли об аренде именно этого дома. В каждой спальне они обсуждали, какую именно мебель они привезут из Нью-Гэмпшира и куда именно поставят. Оба слегка нахмурились в небольшой ванной комнате, зато одобрительно кивнули, увидев удобную ванну. Ей понравилась столовая, совмещенная с кухней, а он решил, что в пристройке можно устроить прекрасную телевизионную комнату и кабинет. К тому времени, когда они, наконец, добрались до кухни, прошел почти час. Донна провела пальцем по поверхности кухонного шкафчика, улыбнулась, Марша и произнесла. — Мы согласны. Марша вознесла небесам краткую молитву. Она не любила искушать судьбу и потому поблагодарила того, кто наверху, кем бы он ни был. Затем начала объяснять супругам Херш условия контракта. Оплата вперед за два месяца, залоговый взнос в размере месячной оплаты, минимальная гарантия сроком на полгода. Она подняла глаза на Донну и заметила, что та, нахмурившись, смотрит в угол кухни. — Что-то не так? — спросила Марша. — Я уверена, в рекламном проспекте говорила, что здесь есть холодильник. Даже точно называлась марка «Саб-Зиро». Я точно помню, потому что хотела такой еще дома. — Конечно, там именно так и написано. — Превосходный Саб-Зиро. Он стоит, стоит. Марша повернулась и сама нахмурила брой. Холодильника не было. — Странно, — произнесла она. — Вся бытовая техника должна идти вместе с домом. В любом контракте на аренду это указано, — заметил Леонард Херш. — Совершенно верно, — отозвалась Марша, все еще пытаясь сообразить, куда мог исчезнуть огромный Саб-Зиро из нержавеющей стали. И я даю гарантию, что, когда вы въедете в дом, здесь будет стоять точно такой же холодильник или равноценный ему. — Вы уверены? — Совершенно. Донна Херш широко улыбнулась. — Ну, тогда, как я уже сказала, мы согласны. Марша Чернов объяснила супругам, что нужно сделать, прежде чем вселиться. Только далеко не так безукоризненно, как обычно. Она забыла сказать об оплате коммунальных услуг и даже о том, что они обязаны предупредить о выезде из дома за три месяца. Мысли Марши были далеко. Она думала, кому интересно пришло в голову вломиться сюда и стащить холодильник. Раздел двадцать четвертый. Сапиентия пакс деус. Эти слова выгравировали на арке из темного красного дерева над дверью, которая вела в простую грубо построенную часовню. Мудрость, покой, Бог. Отец Патрик Дженнингс смотрел на эти слова и молился всем сердцем, чтобы в один прекрасный день понимание их истинного значения вернулось к нему. Когда молитва закончилась, он поднял глаза еще выше, к облачному небу. Священник печально улыбнулся на бежавшей тучке и подумал. Дьявол, сейчас бы мне понять хоть одно из них. На какое-то время он повернулся к часовне спиной, чтобы бросить взгляд на местность, где располагался монашеский приют святой Катерины Генуэзской. Двадцать четыре акра земли, покрытой роскошными лесами в Блэк Маунтиз, в черных горах округа Янси, штат Северная Каролина. Отец Патрик уже бывал здесь. Когда ему предложили перебраться в Вашингтон, он уложил все пожитки на заднее сидение машины, покинул Маркет и направился к югу. Он провел в приюте неделю, спал на жесткой узкой кровати в одной из трех лишенных всяких удобств общих спален, гулял по территории, рубил дрова, думал и молился. Много километров он прошел пешком в ту неделю. Он видел старое захоронение индейцев Чироки, сохранившееся с конца семнадцатого века, спускался в городок Эшвилл к могиле писателя Томаса Булфа и даже наполовину взошел на гору Митчелл, самый высокий пик к востоку от Миссисипи. Восхождение было великолепно, но тропа слишком ненадежна. Он оступился и растянул лодыжку. Отец Патрик дал себе слово, что когда-нибудь вернется сюда и дойдет до самой вершины, чтобы искупаться в ледяном потоке и послушать рев легендарного водопада. Об этом волшебном месте Патрику поведал его наставник, отец Тадеуш Джойс. Сам он приезжал сюда в юности, будучи еще молодым священником. Теперь же, оставив преподавание, он возглавлял приют, устанавливал правила, наставлял тех, кто в этом нуждался, проводил дни в благочестивых размышлениях. Когда отцу Патрику понадобилось убежище, он без колебаний отправился именно сюда, к единственному человеку, с кем хотел поговорить. Но до разговора дело так и не дошло. Отец Патрик целыми днями молчал. После той леденящей душу исповеди, которая словно повергла его в пучину мутного бушующего моря, ему хотелось только тишины. Казалось, все произошло давным-давно, как будто в далеком сне. Но отец Патрик знал, что это был не сон. С тех пор, как священник, спотыкаясь и пошатываясь, вышел из своего любимого собора, он не мог больше ни о чем думать. Он мало спал и почти ничего не ел. Мир отца Патрика перевернулся, и только молчание не давало ему рассыпаться окончательно. Отец Патрик считал, что имя святой Катерины очень подходит приюту. В свое время святая Катерина, как могла, избегала общения с Богом, вела светскую жизнь, которая не принесла ей ничего, кроме опустошения и неудовлетворенности. И потому она ушла от мирской суеты, посвятив себя уходу за больными и немощными. Люди, которые приходили в приют, посвященный ее памяти, нуждались в возрождении чувства единения с Господом, чувства единения с собственной душой. Отцу Патрику нужно было не только вновь обрести веру в Бога. Он не знал, что ему делать. Он подышал на ладони, даже летом холодный горный воздух пробирал до костей и шагнул в часовню. Там было почти темно, только слабый свет пяти десятков расставленных свечей пробивался сквозь мрак. На какой-то миг отцу Патрику показало, что часовня пуста, но потом он услышал шорох, легкое покашливание, и увидел, как его наставник поднимается с передней скамьи. — Здравствуй, Тат, — произнес отец Патрик. — Извини, я нечаянно тебя разбудил. — Удивительно, но чем старше я становлюсь, — ответил отец Тадеуш, — тем больше мне нравится дремать в церкви. Он зевнул и улыбнулся своему ученику. — Рад, что ты пришел поговорить. Иногда мне не хватает наших бесед. — А я думал, они тебя сердят. — О, да! Никому не удавалось меня разозлить так, как тебе! Отец Патрик слабо улыбнулся, но эта тень улыбки быстро промелькнула и угасла. — Если говорить честно, Патр, — заметил старый священник, — ты выглядишь паршиво. — Говори честно, — попросил Дженнингс. Отец Тадеуш вытянул руки и снова зевнул. — Знаешь, — сказал он, — я видел тебя рассерженным, расстроенным и очень пьяным. Но я никогда не видел тебя таким испуганным. Я никогда так раньше не боялся. Страх есть больше зло, чем само зло. Святой Франциск Сальской, я верю в это. — Я тоже верил, но теперь не верю. Ты заставил многих людей переживать за себя, — сказал отец Тадеуш ученику. И, видя его недоумение, пояснил. — О твоем загадочном исчезновении написали в газетах. Я думал, новости сюда не доходят. — Времена переменились, — объяснил отец Тадеуш. — Те, кто хочет укрыться от мира, конечно, вправе это сделать. А я вот не могу обойтись без интернета. До того, как уехать из Вашингтона, — начал отец Патрик, — я выслушал одну исповедь. Узнал нечто омерзительное от человека, обладающего большой властью. — И это тебя так испугало? — В какой-то мере. Но не только это. Больше всего меня страшит то, что я должен что-то предпринять. Я думаю, люди должны об этом знать. — А-а-а, вот в чем дело. Так ты собираешься нарушить тайну исповеди? Я думал и не только об этом, но пока ничего еще не предпринял. Что бы ты ни решил и что бы ни случилось потом, тебе не следует бояться Бога. Я хорошо тебя знаю и потому так уверен. Отец Патрик рассмеялся резким хриплым смехом. Я боюсь не Бога, — сказал он. — Патрик, — медленно произнес пожилой священник, — я всегда считал тебя необычайно умным человеком и к тому же высоко нравственным. Зачастую эти качества противоречат друг другу. Их сочетание не всегда способствует спокойной жизни. А мне так нужен покой, Тат. Я ищу только покоя. Кто, кроме Господа нашего, сможет его дать? Разве способно мирское существование удовлетворить сердце? — Не способно, — признал отец Патрик, вздыхая. И никогда не было способно. — Я давно тебя знаю, сын мой. Так давно, что могу сказать, — непокоя ты ищешь. И никогда не искал. И, наверное, никогда не будешь искать. — Тогда скажи мне, — прошептал отец Патрик, — что я ищу? — Силу, — ответил отец Тадеуш. — Тебе нужна сила, чтобы сделать то, что, по твоему мнению, ты должен сделать. Но помни слова святого Киприана Карфагенского. Никто не спасется собственными силами, а только милостью Божьей. — Аминь, — промолвил отец Патрик. Он закрыл глаза, чтобы не видеть мерцающего света свечей, чтобы не видеть мир, который был так далеко и все-таки пугающе близко. Аминь. Раздел двадцать пятый Одно из самых яростных и жестоких сражений Гражданской войны произошло в октябре 1862 года в городе Каринф, штат Миссисипи. И длилось целых два дня. Почти семь тысяч человек погибли, две трети из них — конфедераты, которых возглавлял генерал Эрл Ван Дорн, уроженец этого штата. Силы северян, ведомые генералом Уильямом Розенкрансом, заставили его отступить, обескровили его войска и нанесли им сокрушительное поражение. Даже через полтора века в городке все напоминало об этой битве. Огромное национальное кладбище, где покоились останки погибших солдат, четырех тысяч воинов, покороненных в безымянных могилах. Монументы на местах самых ожесточенных боев. Реконструированная батарея союзников и музей, в котором было полно предметов той эпохи и документов, описывающих разруху и опустошение. Ежегодно группы энтузиастов собирались в Каринфе, чтобы в костюмах середины прошлого века разыграть сцену сражения во всех деталях. Тогда Каринф считался важным стратегическим железнодорожным центром. Теперь же этот населенный пункт, прозванный Вратами в штат Миссисипи, существует только благодаря своему очарованию. Его гордым девизом стали слова «разнообразие большого города, атмосфера маленького городка». Карла Гренвилла и Аманду Мэйс не интересовали ни разнообразия Каринфа, ни его атмосферы. Им нужны были детали. Детали, которые помогли бы собрать доказательства и установить личность Гедеона. Что, в свою очередь, надеялись молодые люди, поможет им остаться в живых. Поэтому они направились в Каринф, чтобы найти хоть что-нибудь, что совпало бы с описанием городка на реке Миссисипи, вымышленного Карлом Симза, где вымышленный одиннадцатилетний мальчик Дэнни убил своего вымышленного безымянного младшего брата. Карл и Аманда должны были превратить вымысел в реальность. По крайней мере, прошлой ночью им удалось поспать. Наконец-то. Покинув супругов Ларю и их дом-святилище памяти короля рок-н-ролла, они направились на юг, сделав лишь на пару минут остановку у аптеки по просьбе Аманды. По дороге было решено провести ночь в мотеле. Они выбрали маленькую гостиницу в местечке Чевалла, штат Теннесси, примерно в десяти милях от Каринфа, которая чем-то неуловимо смахивала на уединенный придорожный мотель из кинофильма «Психо». Называлось это заведение «Лучший отдых». Аманда заплатила за номер наличными, Карл в это время находился в машине. Сонный регистратор не стал спрашивать, есть ли у нее удостоверение личности, зато попросил сообщить номер машины. На всякий случай Аманда назвала «вымышленный», надеясь, что парень не пойдет проверять. Не пошел. Своё настоящее имя Аманда называть не стала, а представилась Джанет Элк. Так звали ее лучшую подружку в начальной школе. Тоже обошлось. Очевидно, в лучшем отдыхе было не принято называть настоящие имена. Да и понятно почему. Ведь они с Карлом сейчас в библейском поясе. Библейский пояс — регион США, особенно на юге и частично на Среднем Западе, где сильны традиции протестантского фундаментализма. А грех здесь воспринимают серьезно и с большим удовольствием. Их номер находился неподалеку от парковки, рядом с неработающим льдогенератором. Все комнаты располагались неподалеку от парковки, на которой, кроме их «Субару», стояли только две машины. В душном номере пахло сыростью и аэрозолем рейд. В раковине ванной комнаты было много огромных насекомых, некоторые еще копошились. Шумно пыхтел оконный кондиционер, стараясь изо всех сил охладить воздух, правда, без особого успеха. Снаружи было около 37,5 градусов, внутри — примерно 33. Посреди узоров, смутно напоминавших орнаменты индейцев Наваха, стоял единственный стул с прямой спинкой, задвинутый под стол из жаростойкого пластика. Сам стол намертво прикрепили к стене. Еще номер украшали телевизор и двуспальная кровать, на которую можно было лечь, только предварительно бросив в слот монетку. Аманда плюхнулась животом на провисшее ложе и повернула голову посмотреть на Карла. — Можешь идти в душ первым, — объявила она. — Нет, нет, — возразил Карл, махнув в сторону крошечной ванной с джентльменской церемонностью. — Я настаиваю. — Нет, это я настаиваю. Я собираюсь вылить на себя всю горячую воду в этом заведении до последней капли, так что пользуйся, пока можно. — Ну, если так, но вначале... Вначале мы изменим твою внешность. Аманда вытащила из-под стола стул, отнесла его в ванную и поставила у раковины. Призывно похлопала по сиденью. Карл последовал приглашению и уселся перед зеркалом. Аманда достала из сумки бумажный пакет и под недоумевающим взглядом Карла извлекла оттуда ножницы и флакончик средства для окраски волос «Клэролт» каштанового оттенка. И то, и другое она приобрела днем в аптеке. — Тебя очень легко узнать, — сказала Аманда. Она положила ладонь Карлу на макушку, чтобы тот не крутился, и начала щелкать ножницами, состригая волосы. — Надеюсь, у тебя есть опыт, — пробормотал Карл. — Думаешь, я бы взялась за твою прическу, если бы не стригла раньше? — Естественно, у меня есть опыт. — Ты врешь, правда? — Конечно, — заверила его Аманда, широко улыбнувшись. — А теперь подними голову и не подглядывай в зеркало. Волосы Карла клочьями падали вниз, и он расслабился, наслаждаясь легкими прикосновениями ее рук к плечу, шее, виску. Мысли блуждали где-то далеко, он думал о том, что еще предстояло сделать. Карлу казалось, что все началось много-много лет назад, и он уже и не помнил, когда в последний раз весело и беззаботно гулял по улицам Нью-Йорка. Он думал о том, как жил и работал до того, как Мэгги Петерсон вошла в его жизнь, о друзьях, с которыми не встречался и не... — Эй, осторожнее! — воскликнула Аманда. Ее слова вырвали Карла из мира грез. — Сиди спокойно! Еще немного, и ты бы стал точной копией Ван Гога! Она заметила, что Карл побледнел, а его затылок покрылся холодным потом. — Что случилось? — спросила она. — Я... ...по... ...подумал? — пробормотал Карл, запинаясь. — Мне нужно... ...срочно позвонить. — Кому? — недоверчиво осведомилась Аманда. Карл в замешательстве посмотрел на нее долгим грустным взглядом. — Извини, я просто устал. Сидел, вот думал, что нужно проверить дома автоответчик. Вдруг кто-то позвонил по работе. — Как будто у меня есть работа, или автоответчик, или дом. — Я знаю, — тихо произнесла она. — Мне тоже приходят такие мысли. Аманда закончила стрижку в молчании. Когда все было готово, она напомнила. — Помни, большая часть горячей воды моя, — бросив Карлу бутылочку с краской, добавила. — И не забудь вот это. Потом Аманда вышла из ванной, плотно прикрыв за собой дверь. Аманда вышла из ванной, плотно прикрыв за собой дверь.